Коллеги, добрый день! Меня зовут Алексей Муразанов. Я управляющий партнер консалтинговой компании «Психея». Наша компания занимается вопросами изучения потребительского поведения, изучением вопросов того, как люди думают, как люди принимают решения в разных ситуациях и в разных контекстах, как они ведут себя в условиях изменяющейся ситуации. Мы занимаемся вопросами глубоких рыночных исследований, мы занимаемся вопросами продуктового дизайна, мы занимаемся вопросами рыночной массовой индивидуальной коммуникации, мы активно работаем с потребительскими рынками, с корпоративными рынками. Если так сказать чуть более в общем, то то, чем мы занимаемся, это находится на стыке социально-психологической и экономической перспектив. И наша экспертиза и до кризиса была востребована, а сейчас она не просто востребована, но очень актуальна, потому что подобного рода катаклизмы, подобного рода события влияют на все сферы человеческой жизни, начиная от экономики домашнего хозяйства и заканчивая общим психологическим состоянием популяции в сложившихся условиях. И так как, ну скажем так, подобного рода экспертиза на рынке востребована, но не всем, с одной стороны, доступна, а с другой стороны, мы в суете постоянной операционки не каждый день к ней обращаемся. Тем не менее, хотим мы этого или нет, но мы очень сильно зависим как от самих себя, от того, как мы чувствуем, как мы думаем, как принимаем решения, как осуществляем свой выбор, как его рационализируем, так и других людей. И ритейл на себе чувствует это в первую очередь, безусловно, потому что ритейл это такой градусник экономики. Мы живем в, скажем так, в контексте потребительского общества и для нас крайне важны люди, которые несут ритейлу деньги за те продукты, которые производят производители этих продуктов. А ритейл является такой мембраной между производителями и потребителями, которые на себе чувствуют все происходящие изменения в первую очередь. Это хорошо и крайне рискованно, ну в любом случае это бизнес. С одной стороны, с другой стороны мы, по сути дела, являемся такими, еще раз повторюсь, рыночными градусниками. И в рамках того, что происходит, в рамках того, как меняется потребительское поведение, в рамках того, как меняются приоритеты, у нас все равно не всегда хватает времени для того, чтобы детально изучить ситуацию, понять ее во всех нюансах и прочее. Мы склонны как бы размышлять высокими категориями понятий, но детали нам недоступны. Так как нам недоступны детали и понимание того, как текут эти процессы в голове у людей, как они отражаются в их поведении потребительском, у нас отсутствуют возможности более-менее устойчивого прогнозирования того, как ситуация эта будет развиваться в ближайшей перспективе и что нам делать в принципе нужно. Я уже с этим материалом выступал в короткой такой сессии, на короткой встрече, конференции. У меня было всего лишь полчаса, сегодня у нас времени гораздо больше. И мы сможем чуть более детально проговорить, что же на самом деле происходит с обществом и каким вызовом, условно говоря, экономическим и поведенческим мы должны с вами быть готовы не только на сегодняшний день. Ситуация, я так понял, мониторится огромным количеством исследовательских, конституционных агентств, самим ритейлом, согласно своим данным, дневным, недельным и далее по списку. И нам надо научиться в них разбираться и объяснять себе их правильно. Поэтому давайте поговорим о том, что происходит с рынком сейчас и что будет происходить в ближайшей перспективе. И главным образом, что будет происходить, наверное, все-таки с потребителем. Как нам ориентироваться на спрос с точки зрения формирования предложения рынку и обеспечения его доступности нашим конечным потребителям. Сегодня мы в большей части, конечно, будем говорить о розничном рынке. И это нас будет интересовать больше всего. И о конечном потребителе главным образом. Ну, пожалуй, начнем. Кризис, который сегодня происходит за нашими с вами окнами и на самом деле в нашем с вами доме, немного необычный. Ну, мягко говоря, немного необычный, потому что обычно кризис случается из-за того, что где-то в верхних эшелонах рыночных и государственных структур происходит некий факап. И потом последствия этого факапа медленно начинают раскатываться по всей территории страны и по территории мира, если кризис не локальный. И так случается, что многие люди, особенно, которые находятся в не очень высоком социальном положении с одной стороны, а с другой стороны обладают не очень высокими доходами, не чувствуют этого кризиса на себе впрямую. И вообще живут в ощущении того, что кризис этот до них не докатится. Ибо модель потребления, структура потребления не сильно для этих людей меняется, несмотря на то, что происходит с нефтью, с газом, с ипотечным кризисом в Соединенных Штатах и далее по списку. Этот кризис нового формата, несколько необычного для нас с вами, он социально-экономический. И социально здесь главное слово. Потому что все изменения и вся турбулентность, которая возникла на рынке, она возникла в связи с тем, что по большому счету волевым усилиям было принято решение на уровне государств не только нашего, но и всех остальных, европейских, восточных, ограничить потребительский спрос в некотором смысле, с одной стороны, а с другой стороны, как следствие, еще и ограничить доходы населения. И этот кризис прежде всего социальный. И весь бизнес, ритейл, главным образом, в том числе, индустрия, вы знаете, гостемприимства, индустрия развлечений, индустрия путешествий, которые пострадали на сегодняшний день сильнее всего и почувствовали на себе главный удар. Мелкий и средний бизнес переживают не самые лучшие времена. Но можно начать с того, что, так немножко верхний уровень его заявлю, но тем не менее эта цифра весьма достоверная, потому что мы имеем доступ к источникам федеральных исследований по поводу доходов населения и сбережений населения. Хочу вам сказать, что людей, у которых на счету находится более миллиона рублей, эта страна насчитывает всего лишь 1% от общей части населения. Значит, общий прогноз, который давался в начале кризиса в первые несколько недель, и, собственно говоря, расчеты, которые нам предоставляли, говорил о том, что у среднестатистического домохозяйства сбережений есть на 63 дня, по большому счету. А помня тот факт, что большая часть нашего населения достаточно сильно закредитована как потребительскими кредитами, так и кредитами ипотечными, эти деньги заканчиваются очень быстро. Ситуация, на самом деле, во многих регионах не очень приятная. Это не сильно афишируется в средствах массовой информации, но все прекрасно знают, что очень большое количество людей в прямом смысле лишились доходов и возможности заработка для обеспечения своего существования и находятся в состоянии такой глубокой тревожной фрустрации. Огромное количество бизнесов находится на грани банкротства, потому что данный экономический кризис очень сильно повлиял на логистические дистрибляционные схемы, и мы видим, что огромное количество бизнесов, особенно в мелком среднем сегменте, чувствуют себя не очень хорошо, а многие рушатся. С точки зрения людей, кроме того, что мы потеряли очень сильно в доходах и перспективах своих, мы еще и сильно ущемлены с точки зрения своей мобильности. Не только бизнесовой, но и обычной человеческой с точки зрения перемещения в рамках того населенного пункта, в котором пребываем. Значит, если посмотреть в общем и целом на рынок, на рынок потребительский, то мы совершенно четко и очевидно понимаем, что все люди разные, люди обладают разным количеством сбережений, разным потенциалом с точки зрения восстановителей, стабилизировать их. Люди обладают разным социальным статусом и возможностями, соответственно. И что самое интересное, люди по-разному смотрят, во-первых, во-вторых, находятся в разном возрасте и с точки зрения внутреннего потенциала, весьма зависимо от того, как они себя чувствуют, какой ресурсной базой обладают. Они, кроме всего, еще разные с точки зрения своих потребностей, своих ценностей, своих моделей поведения, ритуалов определенных, более-менее устойчивых. И находясь в более-менее стабильной и средне-высокодоходной среде, любое общество кластеризируется на определенные модели поведения, модели принятия решений, объем трат на повседневные нужды, на тактические, на стратегические нужды и так далее. Нынешняя ситуация очень сильно, во-первых, ударила по доходам и по перспективам населения, с одной стороны, с другой стороны, очень сильно расслоила часть населения, которая была и остается доходной. И тут работает принцип Матфея. Богатые становятся богаче, а бедные становятся беднее. А так как у нас большая часть популяции находится в доходах середины и ниже середины, дальше говорить не будем, то по нашей стране этот кризис ударил достаточно существенно. Какие общие тренды мы наблюдаем в потребительском поведении и вообще даже в социальном, в принципе, в социальном поведении на сегодняшний момент? Ну, с точки зрения ресурсной базы, очевидно, что это ее падение, это дестабилизация доходов. На этом фоне, как правило, стандартная человеческая реакция в буквальном смысле в любой популяционной группе это ощущение неопределенности, стресс неопределенности, невозможность прогнозировать того, как будут развиваться события завтра или послезавтра, сильное расслоение общества, нарушение социальных связей в оффлайне, центростремительные тенденции во взаимодействиях между членами сообщества. И мы прямо очень сильно это видим. Любая неопределенность вообще в нашем сознании рождает страх. Столкновение с неизвестным вызывает сначала ориентировочную реакцию и два типа последующих, три типа. Люди либо замирают в ожидании, а вдруг пронесет, вдруг что-то изменится и что-то божественное вмешается, либо надо каким-то образом убегать от этой ситуации и прятаться, либо нужно бороться. К сожалению, тех типов, скажем так, личности, которые готовы ввязаться в борьбу и воспользоваться тяжелой ситуацией в надежде найти какой-то другой путь решения этой проблемы, в популяции, в принципе, немного. И поэтому базовую реакцию населения, которую мы наблюдаем на сегодняшний день, она выглядит как либо замирание, либо избегание происходящего в надежде на то, что их это не коснется. На фоне падения доходов и дестабилизации доходов и высокого уровня неопределенности в отношении того, что сейчас происходит на рынке, в семье, с будущим, с детьми и прочей истории, возникает малый, они нестабильны. Это очень высокая потребность защищенности, причем не попытка себе самому обеспечить эту защищенность, а надежда на то, что кто-то придет и защитит нас. И здесь, значит, есть две базовые надежды, мы потом о них дальше немножко поговорим, расшифруем. Надежда на государственные инстанции, которые каким-то образом стабилизируют ситуацию, и надежда на крупный бизнес, на бренды, на отрасли, которые пойдут навстречу потребителям и дадут возможность обычному человеку, среднему человеку как-то контролировать, уменьшить свои расходы и выжить на ту сумму, которая осталась, собственно говоря, в распоряжении на сегодняшний день, на доходы, которые, условно говоря, остались в распоряжении среднестатистического гражданина. Безопасно, кроме защищенности и внешнего обеспечителя, большой вопрос на базовые физиологические потребности. И на самом деле, всегда это наблюдается на самом деле в любом кризисе, когда начинаются какие-то дестабилизации макроэкономической ситуации, значит, наиболее бедные и малозащищенные слои населения бросаются скупать гречку, но это уже, это вызывает улыбку, но тем не менее, это стандартная эволюционная модель поведения, которая заложена нам в голову и работает в автоматическом режиме. Это скупка простых, понятных продуктов, которые составляют основу потребительской корзины с одной стороны, которые дают нам возможность выжить в любых ситуациях, с которыми легко обращаться, с которыми мы знаем, как обращаться, и эффект от их потребления или использования очевиден. Более высокодоходные части населения бегут и скупают, условно говоря, электронику. И это связано с тем, что немножко другой уровень культуры, немножко другие остатки на счетах, немного другие перспективы, которые находятся, но и первые, и вторые, парадокс, и мы к этому чуть-чуть позже вернемся, тревожатся скорее не по поводу того, что продукты им будут недоступны с точки зрения их подорожания, а тревожатся скорее всего по поводу того, что продукты не будут им доступны по причине их отсутствия в местах продаж. Вот. На первый план в период любого кризиса, в период любой флуктуации, падения, дестабилизации доходов выходят базовые физиологические потребности. Это то, что удовлетворяет наши потребности как биологического организма в пище, в воде, в тепле, в защищенности, в обеспечении функционирования своего организма. То есть это звучит несколько так, может быть, экономически и научно, но то, как мы видим, как люди себя ведут в рынке, и то, как пустеют полки с товарами первой необходимости и первого потребления, то есть это наблюдение подтверждается многократно от кризиса от кризиса. Это, по-моему, даже вошло в притчу о языцах, когда соль, сигареты, спички и каша. Я смотрю в ленте, здесь задают вопросы «Ау, когда начало, почему молчим?» У меня вопрос к организаторам. Меня слышно? Или что-то происходит? А, все хорошо. Да, спасибо большое. Значит, а какие-то проблемы у слушателей? Спасибо, спасибо, друзья. Итак, вот эти вот потребности, защищенность, внешний обеспечитель, безопасность и удовлетворение базовых физиологических потребностей, это те базовые потребности, которые выходят на первый план во время любого кризиса, связанного с падением и дестабилизацией доходов. Значит, что происходит с нашими сбережениями? То есть мы, безусловно, испытываем крайне серьезный стресс, связанный с тем, что у нас закорма, запасы, уверенность в будущем, социальный капитал опустошаются. То есть падает уверенность в том, что будет происходить завтра, падает уверенность в том, что мы выживем, падает уверенность в том, что все будет как прежде, и любой стресс опустошения вызывает две социальных, общественных и личных реакции. Это тревожность очень высокая. Боже мой, что будет завтра? Именно завтра, а не через 10, 5 или 8 лет. Вопрос, что будет завтра. И вторая история, это глубокая фрустрация. Это расхождение наших надежд и планов, которые мы строили, каждый со своим горизонтом, кто-то там на неделю, кто-то на год, кто-то на 10 лет. Они практически у огромного количества и части населения рушатся. И вот этот безумный когнитивный диссонанс, когда вчера еще я представлял себе свою семью в новой двухкомнатной квартире где-нибудь недалеко от МКАДа, условно говоря, сейчас все даже эти надежды по большому счету разрушились. Их нет. И люди глубоко фрустрируют на фоне этого происходящего. К тому же, что перспективы, о которых говорят нам в средствах массовой информации и подогревают этот уровень тревогу нерадужны. И так как мы помним, что две базовые стратегии либо замри, либо беги, люди предпочитают либо избегать, либо делать вид, что это их не касается. Но тем не менее уровень тревожности очень высок. Причем, если вы наблюдали, я немножко отойду повествования, что мы наблюдаем колебания волн потребления в отношении определенных продуктов питания. Они очень показательны. Значит, первая волна была, это волна продуктов потребления. Вторая волна, которая пошла, и вот сейчас идет вторую неделю, это волна гигиеническая. Гигиеническая волна некоторым образом была и в первом всплеске. Она касалась туалетной бумаги, тоже, которая стала уже таким мемом. Сейчас мы наблюдаем интерес не к средствам, а не к демонстративным средствам гигиены и ухода за телом, а к обычным. Это мыло, чистящие, моющие средства и прочие вещи. Это сейчас второй накат, который ритейлер, особенно товаров ежедневного потребления, наблюдает в своих сетях. И на эту тему достаточно большое количество отчетов, мы тоже видим среди аналитических агентств. Зная потребности, о которых мы говорили, что защищенность, безопасность и базовые физиологические потребности, это как раз реализация тех базовых эволюционных механизмов защиты, которые нам заложены в голову. И мы прямо буквально наблюдаем их воочию на полках магазина. Значит, на фоне вот фрустрации, на фоне вот этих двух серьезных стрессов, которые мы наблюдали стрессо-опустошение через тревожность и фрустрацию, мы видим некие стратегии общественные, которые очень ярко проявляются, причем парадокс не только в индивидуальном поведении и поведении малых социальных групп, но и на фоне как бы общеэкономического поведения. С чем это связано? Ну, прежде всего это связано с тем, что нам искусственно ограничили свободу, закрыли границы и закрыли нас дома. В связи с этим вы, наверное, наблюдали одну очень интересную штучку. Я просто напомню о том, что когда на нас накатил кризис 2014 года, и я всегда очень хвалю в своих выступлениях, хотя не знаю, каким образом это решение принималось, стратегию X5 Retail Group, которая приняла решение супермаркеты перенести в спальные районы. И это очень интересно. Дело в том, что стандартная модель поведения наша с вами, когда у нас падает ресурсное обеспечение, денег становится меньше и доходы нестабильны, мы подсознательно снижаем свою активность. И это видно, как потребление из разнообразного, широко распространенного по территории, с посещением разных торговых центров, увеселительных заведений и прочей истории смещается в локацию собственного района. То есть снижение физической активности, снижение метаболических затрат на перемещение из пункта А в пункт Б это такой главный маркер кризисной ситуации на территории. Это наша физиологическая реакция. Дело в том, что в структуре ценности капитала самым ценным является метаболический капитал, это энергия и время. Следующий по ценности, стоящий выше, это социальный капитал, это вера во что-то, это доверие к чему-то, это общие ценности, общие традиции, общие модели поведения, через которые люди идентифицируются. И самое дешевое, как это ни парадоксально, это символический капитал, это деньги. Поэтому, когда мы задаем вопрос, неужели вы не видите, что магазин, который находится рядом с вами, но я сейчас пошучу, не обязательно, это точно, дороже, чем Ашан, в который вы ездили, а в Ашан ходят бесплатные автобусы, люди не думают категориями, где дешевле, и что туда не очень дорого добраться. Люди чувствуют категории, что чем дольше я пройду или чем дальше мне идти, тем больше я потрачу. То есть, это и есть инвестиция метаболического капитала в покупку. И поэтому, как только ситуация дестабилизировалась, а сеть X5 Retail Group разрослась в спальных районах, они получили весь именно тот контингент, который наиболее чувствительен к понижению дестабилизации базы. Люди буквально хлынули в эти супермаркеты. И на самом деле, стратегически это крайне правильное решение. А сейчас, на сегодняшний день, потребность снижения активности и передвижения по территории еще и выведена на законодательный и административный порядок. То есть, тебе гораздо проще дойти в магазин, который раньше. И тот, кто занял эту территорию, безусловно, молодец. На фоне вот этой локализации вынужденной и эволюционной, как у нас работают мозги, мы начинаем ценить то, что ближе всего к нам, то, что рядом, то, что нам знакомо, то, что мы много раз видели и то, в отношении чего у нас существуют весьма устойчивые модели поведения. И это общая тенденция в социуме, когда очаги экономической, трудовой, социальной активности локализуются через и организуются через принцип аутентичности. То есть, я забочусь о тебе, ты забочишься обо мне, мы находимся с тобой рядом, я знаю тебя лично, я готов тебе доверять. Это вот как раз протекционизм и аутентичность. И если ты тот, кого я не знаю, кто не готов мне помочь, объяснить, кто не готов сделать свое предложение прозрачным и понятным, кто не может дать мне защиту и безопасность, которой я сейчас очень сильно нуждаюсь, на фоне того, что я сильно потерял в доходах и в их стабильности, я либо принимаю тебя, идентифицируясь по этим общим признакам, через такой реципрокный альтруизм, ты мне, я тебе, ты мне заботу и сервис, я тебе деньги за продукты, которые ты мне доставляешь, либо я говорю, ты чужой. То есть общество сейчас очень сильно в части протекционизма работает. То есть если идентификация не произошла, мы дальше пойдем, происходит обесценивание, по сути дела, динтификация и отрицание. То есть вас просто вычеркивают из списка близких компаний, людей, брендов, друзей, чего угодно. Ну и фатализм. Фатализм связан с тем, что так как сбережения, как мы с вами уже говорили, нет, и 63 тысячи рублей, вернее, да, 63 тысячи, денег на 63 дня осталось, то в обществе безусловно присутствует некий фатализм. Потому что все понимают, что вопрос кредитов и вопрос отсутствия доходов ни к чему хорошему на самом деле не приведет. И нам еще долго и долго и долго и долго будут, мы будем грести пузо подной. Мы еще поговорим по модели кризиса. Здесь поступает вопрос, потребности будут такими же для одного процента населения с доходов более миллиона. Мы поговорим. Вы, пожалуйста, напомните мне еще раз, если я вдруг пролечу, но сейчас пока для этого не время. Я расскажу, как это происходит. Это очень хороший вопрос, интересно. И люди склонны рассуждать, ну, если нам суждено умереть, то есть думаю так, то скорее всего мы умрем. И помните, опять возвращаясь выше, две модели поведения. Либо замирание, либо избегание. Избегание, нет, этого не происходит, нет, это происходит не со мной, нет, все закончится, нет, это дурной совесть. Замирание, а вдруг пронесет. Давайте подождем, а вдруг что-то изменится. Причем активность населения с точки зрения поиска новых источников дохода и попытки совладать с этим стрессом крайне низкая. Это наблюдается во всех регионах, как ни парадоксально, даже в Москве. Механизмы психологической защиты работают следующим образом. Я уже о них говорил, но вообще консервативные модели поведения очень похожи на детские модели поведения. Они не очень сложные, они очевидные и существуют в рамках общепринятых норм и традиций, как правило. И мы видим, что люди, как между собой, так и с компаниями, то, о чем я говорил выше, работают через три базовых механизма защиты. Это растождествление, то есть, если ты меня не любишь, обо мне не заботишься, не готов со мной поделиться чем-то и пойти мне навстречу, то и я этого делать не буду. Если ты не идешь мне навстречу, не заботишься обо мне, значит, ты не моего поля ягода, ты не мой друг, ты не мой приятель, не мой товарищ. А если ты не заботишься и не мой товарищ, я тебя не знаю и знать не хочу. То есть, быстрый отход и поиск нового обеспечителя. Это так происходит. Поэтому мобильность населения сейчас, психологическая мобильность между поиском среди близких, настоящих друзей, тех, которые заботятся, сейчас крайне активен. И это очень интересно видно по изменению структуры потребительской корзины в отношении марок, которые люди потребляют. Причем, если, допустим, производитель каких-то товаров, продуктов или услуг становится недоступным по причине разрушения логистических или дистрибационных связей, люди переходят на тех, кто есть здесь и сейчас рядом с ними. И эта верность, как говорится, друг познается в беде, будет достаточно долго жить в выборе нашего потребителя. И эта ситуация не пройдет, когда завтра скажут, все, можно снять маски, перчатки и выйти в город, развлекайтесь, все, наслаждайтесь жизнью, карантин снят. Нет, этот тренд останется, потому что тот, кто был тебе другом, когда было тяжело, останется им, когда будет легко и в беде, и в радости, так называемые. Поэтому сейчас очень серьезное время, время вызовов для брендов, как ритейл, так и производителей товаров и услуг. Сейчас очень серьезное время для того, чтобы удержать свою аудиторию, быть рядом и понимать эту аудиторию, мы к этому тоже вернемся. Двигаемся дальше. Что происходит с рисковыми стратегиями в среде потребителя? Помните, мы говорили о том, что вообще аппетит к риску это весьма серьезный ключевой фактор в потреблении и в ассортименте потребления, и в глубине этого ассортимента потребления. Почему? Дело в том, что вообще смысл риска, формула риска звучит примерно так. Объем потери на вероятность ее, на вероятность случая, что эта потеря произойдет. Когда у нас ресурсов много и они крайне стабильны, мы готовы рисковать ситуационно. О, прикольная штука, можно попробовать, здорово. Здесь, безусловно, широченное поле для новаций, широченная проба для широкого ассортимента, для разноворазия вкусов, услуг, расширения пакетов услуг, для сложных, либо неоднозначных вариантов взаимодействия между продавцом и покупателем и далее по списку. Почему бы не попробовать? Потому что любая проблема не является столь актуальной. Ресурс высок и стабилен, поэтому потеря, как правило, не выглядит ужасно. Но когда ресурсы у людей падают и начинают, и дестабилизируются, то есть, по сути дела, начинают штормить, либо уходят, люди уходят в другие поведенческие стратегии. Консерваторам они ближе. Значит, либеральные части населения прагматичные, они не очень близки. Либералам особо трудно перейти в эти модели потребления. Но когда у вас ресурса мало, и он каждый день может закончиться, а может закончиться и завтра, то мы будем склонны избегать риска. То есть, если оценивать сегодняшнее время для новаций, для новых подходов, для сложных продуктов, для функционально нагруженной коммуникации, либо предложения, сейчас время не для этих решений. Сейчас время для простого, понятного, очевидного, знакомого, то, чем легко пользоваться. Потому что, что такое простое, понятное, очевидное, знакомое, и этим легко пользоваться? Это значит, что это когнитивно, то есть, легко достижимо. Чем меньше мы думаем, и чем привычнее паттерны использования чего-либо, тем меньше мы тратим энергии. Наверняка всем вам известна такая статистика, что когда мы действуем на автоматических моделях поведения, то мы тратим, мозг наш тратит где-то процентов 10 от энергетического запаса всего организма. Как только нам необходимо думать и выстраивать новые стратегии, новые концепции, новые модели поведения и использования, мозг начинает работать в три раза интенсивнее, и вместо 10% начинает потреблять 30% нашего энергетического потенциала. А это эволюционно, очень дорого. И поэтому люди в период кризиса, когда ситуация нестабильна, интуитивна, подсознательна, по своим поведенческим паттернам стараются избегать всего сложного и непонятного. Почему? Потому что это метаболически очень затратно. Дорого, так скажем. И поэтому в период кризиса, падения, дестабилизации ресурсов люди предпочитают избегать риска. Причем целевое избегание риска значит так. Я умышленно не делаю ничего того, что мне незнакомо, непохоже или непонятно. Я умышленно не иду на предложение купи два, третий получи бесплатно. Почему? У меня расчет одна капля в день воды, которую я трачу. Если мне предлагают две в перспективе того, что я получу нечто большее, я скорее всего скажу нет. Почему? Это рискованно. Целевое избегание риска. И вторая модель поведения, она такая, более детская. Это ситуативное избегание риска. Что это значит? Я буду терпеть до тех пор, находиться в той ситуации, в которой я нахожусь до тех пор, пока она не станет критичной. И мне не придется рискнуть, потому что второй путь это смерть. Как правило, две такие модели поведения сильно останавливают аудиторию. То есть наращивая ее энергетический потенциал, абсолютно ее энергетически замыкают в себе. Люди становятся очень инертными. Они не реагируют на новые прогрессивные инновационные предложения. Они предпочитают оставаться на месте, не двигаться сильно, сильно не прыгать, сильно не бегать, а наоборот накапливать и удерживать. И вот это вот мы каждый раз, потому что у нас есть эта интерпретационная, интегрально-психографическая модель психея, то есть нам не нужно наблюдать новости по телевизору, мы примерно знаем, что будет происходить. Мы с моим партнером всегда смеемся о том, что сейчас очередная проблема, люди начали поправляться, потому что жрут много. Нет, люди поправляются не потому, что много жрут, извините меня, дома за такую лексику, а потому что еда дома это некий инструмент. Первое, снятие стресса. Второе, каждый раз немного подъедая и кладя себе в рот что-нибудь вкусненькое или просто еду, мы как бы себя награждаем за то, что мы терпим. Это такая маленькая радость в условиях замкнутого пространства, в условиях тюрьмы. Это третье. И четвертая история, когда у нас ресурсы падают и дестабилизируются, у нас включается эволюционная стратегия, которая называется накопление, удержание, контроль. И накопление, удержание, контроль физиологически включается во внутреннем контуре, то есть под шкуркой. И мы кушаем на самом деле, потому что работает эволюционная программа. Чувак, ты можешь умереть, тебе нужно накапливать и удерживать. Двигаться поменьше, кушать побольше. И тогда ты выживешь. Ну, мы так устроены, как люди, как высшие пангиды, как обезьяны, поэтому так мы себя ведем. Итак, целевое и ситуативное избегание риска. Либо терпеть до последнего, либо если есть немножко ресурса, полностью отречься от всего рискового, незнакомого или нового. Это главная модель поведения здесь сейчас. Кстати, ритейл, это очень хорошо наблюдает в структуре потребления и в кассовом чеке. Как ассортимент уменьшился, переместился в зону более небрендированную, более консервативную и более очевидную. Условно говоря, с одной стороны объективно, а с другой стороны субъективно. Еще до объявления коронавируса ритейл и производители наблюдали, что когда начался вот этот кризис 14, который вяло нас засовывал вниз, мы увидели, что потребление перемещается из зоны, допустим, уличного стрит-ритейла, или там фастфуда медленно начинает перещаться в зону домашнего приготовления. Это исследование Макдональдса показывали и прочая история. Люди начали готовить бургеры дома, круассаны дома, пиццу дома. Этот тренд в свое время очень неплохо подхватила, насколько я знаю, компания НМЖК, Нижегородский масложировой комбинат, а, ЕЖК, Екатеринбургский. Запускаю новую линию, я люблю готовить. Они говорят о том, что тренды потребления перемещаются из уличного фуд-ритейла домой. Зачем покупать это на улице, если я могу приготовить это дома? У этого две причины. Во-первых, я могу приготовить это дома лучше, потому что я не знаю, из чего улица на улице это готовит. Это тренд безопасности. Помните, мы с вами говорили, базовые цены, стратегии поведения. И второе, процедурный контроль. Я могу сделать это сам. И, скорее всего, для себя я сделаю лучше, чем кто-то на улице. И мы сейчас прямо видим, как мука, средства, всякие, значит, ингредиенты для выпечки, определенная категория овощей и все остальное перемещается именно в категорию домашнего приготовления. С одной стороны, конечно, рестораны и закусочные как бы закрыты, но фастфуд работает, там на вынос, но тем не менее, люди предпочитают делать это дома. Это тоже, кстати, поведенческая стратегия кризисных времен. Удержание, накопление, традиции, процедурный контроль. То есть я все сделаю сам, так как я хочу и я гарантирую себе вместе с этим безопасность. Это тоже очень интересно, потому что делаю это сам и точно знаю, что туда кладу. Значит, следующая история. Как люди принимают решения и как потребляют или используют? Дело в том, что когда у нас ресурсов много и они не ограничены, мы склонны к импульсным покупкам. Почему? Ну, во-первых, это низко рисково, ресурсов много и все. А во-вторых, мы можем себе позволить побаловать себя. Почему? У нас много ресурсов. Такое, о, хочу, прикольно, давай попробуем. Сейчас ситуация складывается следующим образом. Так как ресурсы падают и дестабилизируются, мы не можем себе позволить случайные траты. И мы переходим в более плановый, в более предсказуемый, в более понятный, ограниченный, безусловно, модель преднятия решения. Мы начинаем планировать. Безусловно, что кто-то это делает лучше, кто-то делает это хуже, но в принципе концепция планирования, ситуационного планирования, в том числе, уходит, становится трендом, мейнстримом, так сказать, нынешнего времени. Вторая модель поведения это импульсно-плановое. Импульсно-плановое это не значит, что я, скажем так, хорошо, я наоборот напишу, что это значит. Импульс, это значит то, что я хотел бы очень это съесть, но так как в режиме ограниченных ресурсов их падение и дестабилизация мне необходимо контролировать расходы, я буду ориентироваться на ту альтернативу, близкую к плановому потреблению, которая удовлетворит мою потребность. А помним, что потребности сместились в более базовые физиологические и просоциальные потребности. На этом фоне импульс будет формировать структуру моего ассортимента. Если раньше я мог бы купить шаурму на улице, то сейчас, скорее всего, я сделаю ее дома. Если раньше я покупал себе там конфетки, всякие шоколадки, мармеладки, удивительные брызгающие штучки, то сейчас, скорее всего, я куплю мороженое, предположим. Это очевидно, это безопасно, это очень хорошо знакомо, это маленькая радость, это не бог весть, как дорого, это подойдет всей семье. И поэтому я перейду из своего импульса, приравняю свою потребность здесь и сейчас, в некую плановую категорию, либо близкую к ней. Чувствуете, что потребление становится менее демонстративным в общем и целом, это очень интересно. Двигаемся дальше. Модель потребления и использования. Ну, понятное дело, что, соответственно, плановое потребление и импульсно-плановое дает, принятие решения, дает и модели потребления, соответствующие. Это утилитарное удовлетворение базовых потребностей и в продуктах, услугах, товарах и сервисах оценивается главным образом утилитарная ценность. Утилитарная – это чистая функция внутренняя на самом базовом, примитивном уровне. Эти продукты сейчас будут и услуги, безусловно, расти, и товары. Либо утилитарно-демонстративная. Значит, что это значит? Это значит, что предотвращение своих собственных личных потребностей, она должна демонстрировать мою принадлежность к общей ситуации, к общей модели поведения консервативного большинства. А на сегодняшний день, скажем так, гипербольшинства, потому что в ресурсах, в доходах, в стабильности потеряли все. То есть, ярко выраженное демонстративное потребление либо поведение, которое сильно отличается от поведения популяционного большинства, будет вызывать порицание и распождествление. Заметьте, вы даже то, что по телевизору, особенно это наблюдается в категории людей в возрасте 40 и плюс, когда нам показывают, ну, понятно, что нарочито, но тем не менее, значит, прогулки без масок или без перчаток, когда нам показывают, что время, когда все люди сидят дома, кто-то гуляет по парку, это вызывает в среде наших близких, все людей, которых мы знаем, легкий бубнеж. Это ярко выраженное поведение, которое, ну, примерно в переводе на обычный язык звучит так, плевал я вам на ваши законы, я буду действовать так, мне не хочется. Я личность свободолюбивая и вообще ваш бред по поводу опасности я воспринимать не буду. В консервативном большинстве и вообще общий тренд это вызывает осуждение. Поэтому в большинстве потребление будет выражено так, я буду приобретать, покупать и пользоваться тем, что удовлетворяет мои потребности и соответствует общему тренду потребления в период кризиса. Ну, или сейчас. Это делают все. То есть тут демонстрация через принадлежность как бы к мейнстримовой модели поведения, которая вот сейчас существует в обществе. Это тоже, кстати, очень неплохо видно в потребительском поведении и в чеке. Двигаемся дальше. Значит, какая социальная динамика сейчас происходит? Помните, мы с вами говорили о том, что мы, с одной стороны, вынуждены лишены подвижности и перемещения с одной стороны, то есть объективно нас закрыли в квартирах, не разрешают нам путешествовать, гулять, работать, ездить, там еще что-то делать, сидеть дома. И самоизоляция это вот акт гражданской солидарности и ответственности, скажем так. И с одной стороны, искусственным образом наблюдается центробежная история, когда как бы консервированный социум в определенных группах начинает как бы разбредаться по квартирам. С другой стороны, эта центробежность выражается в том, о чем мы говорили с вами раньше. Если ты не такой, как я, если ты не похож на меня, если ты со мной активно не взаимодействуешь на паритетных началах, если ты не готов предоставить мне защиту и безопасность, я скорее с тобой идентифицироваться не буду, и мы с тобой расстанемся. При оффлайн-общении можно было стабилизировать ситуацию идентификации через определенные приемы. Когда ты вынужден общаться через интерфейс монитора, когда ты вынужден общаться через телефон, не имея возможности физически прикоснуться к человеку и смотреть ему в глаза, считывать все его эмоции и ситуацию, ты принимаешь решение по формальным признакам. Тебе не понравилось все, это не твой человек. И как бы это не было смешно, общество сейчас локализуется в рамках таких гранулярности на почве семьи, ближайшего круга и самых ценных людей, которые либо потенциально, либо фактически обеспечивают твою жизнь, твой быт, твое здоровье и твое существование в принципе. И если посмотреть на социальную динамику, то общество такое щик и раскололось. Очень интересно, что это наблюдается еще и в структуре бизнес-отношений. То есть, если раньше, ну, предположим, ТРЦ, это во многих, есть, конечно, безусловно, прекрасные противоположные полярные примеры, но, допустим, торговые центры, наблюдалось некое формирование экосистемы из арендодателя и арендаторов, и они превращались в такие большие пространства, такие города внутри торговых центров, то сейчас, как только ударил кризис, то есть, арендодатели к арендодателям, арендаторы к арендаторам раз и разбежались. То есть, децентрализировались, идентифицировались по принципу, допустим, профессиональной либо деловой активности. Что повлекло? Развал логистических связей, дистрибляционных связей, идентификацию в бизнесе, мы с тобой вместе, почему я тебе даю, а ты здесь работаешь. Нет, я вот арендатор, арендодатель, ты плохой, я хороший, ты не моего поля ягода, раз и разошлись. Это тоже очень интересно смотреть, в том числе, на фоне полемики, с одной стороны, в правовом поле, а с другой стороны, в информационном. То есть, вот эта кластеризация, грануляция очень сильно сейчас видна. И это не очень хорошая тенденция, но она, к сожалению, объективная и существует. Мы ее наблюдаем и, собственно говоря, фиксируем. Значит, с точки зрения потребительского поведения, что сейчас происходит? Тоже происходят очень интересные штуки. Как ни парадоксально, но, по-моему, двухнедельная отчетность, и мы, собственно говоря, это предполагали на фоне тревоги, пока деньги не закончились, демонстрировала, что людей больше волновала доступность товаров, нежели их цена. И вот прошлая тема нашей конференции звучала следующим образом. Как объяснить потребителю повышение цен? Вообще, если мы перенесем, перестанем себя, как бы, исключать из картинки, типа мы продаем, они покупают, как нам объяснить, что у нас это стало дороже? Попробуйте самому себе объяснить, как вышло так, что то, что вы покупали раньше за 100 рублей, стало стоить 200. У вас будет своя объяснительная модель. И сломать ее, безусловно, крайне сложно. Причем, есть еще один парадокс. Дело в том, что с доступностью товаров сейчас сильно ситуация не изменилась. Но, во всяком случае, в регионах, где логистика, дистрибьюция была достаточно хорошо развита, и доступность не изменилась. Но наши эволюционно заложенные модели поведения и ожидания звучат примерно так. Когда ситуация с ресурсами дестабилизируется, дестабилизируются и сами предметы потребления. Это наша внутренняя так называемая бухгалтерия. Понимаете, да? Не важно, что цены на килограмм гречки условно говоря не выросли. Важно, что человек чувствует, что ситуация дестабилизировалась и денег у него стало меньше. Поэтому гречка подорожала. Гречка подорожала не потому, что она стала стоить 26 рублей вместо 20, а потому, что у человека осталось в сбережениях не 200 рублей, а 100. И вот именно поэтому у человека реально нет ощущения, что товары будут недоступны. У человека есть ощущение, что его не выпускают из дома. И поэтому товар для него, как логическое продолжение мышления в примитивном формате, становится менее доступным. Поэтому вот эта тревога для нас, она никак бы не очевидна, для предпринимателей, которые не глубоко погружаются в эту концепцию. Но для покупателей и вообще для нас, как для биологических систем, причинно-следственные связи работают так. То есть меня сейчас сильно волнует, что доступность товаров ограничена. Через какое-то время, если у нас карантин не закончится, да даже если и закончится, ситуация на рынке уже сильно не поменяется, и мы вернемся к тому, как этот кризис будет выглядеть, в следующем вырастет история стоимости товаров. И она действительно будет актуализирована достаточно серьезно. И мы понимаем, что опасения по поводу реальной стоимости товаров у нас сейчас есть. Потому что, судя по выступлению моего коллеги на прошлом вебинаре, он говорит, что заявки от поставщиков на повышение центов, от процента до 5%, начали поступать достаточно активно, они просили обоснования и прочую историю. Свои очень, конечно, производители понимают, что те продукты, товары, услуги, где там присутствовала долларовая составляющая, где была нарушена стабильность поставок, где были определенные вызовы и прочее, сейчас современный кризис сильно поломал и логистику, сильно поднял стоимость валютной составляющей себестоимости. И да, ассортимент сократится, и да, ИСКЮ уменьшится, глубина тоже уменьшится. И да, тот, кто не в силах избавиться от долларовой составляющей, безусловно, попадет еще и на рост цены даже в рамках себестоимости. Как следствие, она подорожает на полке. Но окей. Хотя, такой немножко офф-топ, чтобы вас немного разгрузить, могу привести очень интересный пример из ритейла. Значит, он вообще очень занимательный и всегда меня очень веселит. Я прямо фотографию сделал, но не выложил. Выглядела эта история следующим образом. Всегда в магазине, в котором я покупаю, лежали виниловые перчатки, бытовые, по цене там, ну, условно, я сейчас не помню, на чеки, извините, не смотрю. Ну, предположим, там, по-моему, она стоила там 100 рублей за 10, по-моему, перчаток или что-то типа этого. Я сейчас захожу, и мой любимый магазин, который я всегда считал крайне лояльным, с минимальными наценками, хотя ассортимент удивительный. Я смотрю, что там взятые вот эти вот перчаточки, расфасованные в отдельные пакетики и выложенные по 70 рублей за пару. И вот я как, ну, я профессионал, на мне считать нельзя, да, я человек, который занимается маркетингом, управлением потребительским поведением и прочей историей. Я понимаю, что происходит. Но если я обычный потребитель, которого не парят эти профессиональные вопросы, факт подобного рода фасовки того, что является на сегодняшний день предметом первой необходимости и регулируется административно, на этом фоне мой любимый магазин начинает выдавать перчатки в 7 раз дороже, чем они стоят обычным образом. С доверием к этой точке, помните, с идентификацией, причем это касается средств индивидуальной защиты, здоровья и безопасности. То есть на мне мой брат, мой любимый друг, с которым я дружу последние 15 лет, я хожу в этот магазин, пытается заработать в трудное для меня время. Можете себе представить, что происходит с лояльностью, на фоне кризиса. Она не просто падает, она катастрофически падает и разрушается. И это беда. Это крайне опрометчивый шаг, как я считаю, со стороны управляющей компании, компании и управленцев, кто управляет этой сетью. Это чудовищная ошибка. Такая прямо картинка, такая кейс. Итак, доступность пока против цены. Здесь тревога номер один. Вторая тревога, это физическая частота против естественности происхождения. Я вам объясню, что это очень интересный тренд. Дело в том, что когда у нас ресурсы стабильны, их немного, но тем не менее, они стабильны, и они катастрофически не падают, мы некоторым образом меняем модель поведения. Она выглядит следующим образом. Я буду кушать меньше, но я буду кушать более здоровые продукты, продукты, которые имеют гарантированно естественное происхождение. В настоящей земле настоящий помидорчик вырос, это такая метафора, его поливали настоящей водой, потом заботливый садовод сорвал его своими руками, вымыл, положил в крактовый пакет и принес его нам. И он пахнет как помидор, прямо как весной. Это вот так называемая концепция естественности происхождения. Ничего чужеродного. То сейчас модель поведения на фоне падения и дестабилизации смещается в удовлетворение базовых физиологических потребностей, где ключ это здоровье. Здоровье имеется в виду не глубокое понимание того, как функционирует организм, что ему нужно и как происходят в нем процессы. А здоровье с той точки зрения, что в мой организм попадают совершенно очевидные естественные физически чистые продукты. Например, значит опять же, раз мы взяли гречку за пример, это хорошая метафора и на ней можно отыграться, то естественное происхождение, гречка естественное происхождение, это на каких-то девственных землях росла какая-то девственная гречка, ее собрали, ее даже не жарили, зеленая гречка, ее посушили, упаковали, значит, в чистый, без химии пакет из бумаги, крафт, и, значит, доставили мне, либо поставили, значит, в охлажденном виде, не замораживая, на полку, где я могу купить практически вот зерно с поля. Сейчас в отношении гречки действуют другие критерии отбора, а она должна, в ней не должно быть камней, в ней не должно быть мучки, в ней не должно быть мышиного помета, в ней не должно быть зерен с черными, значит, чернушек, она должна быть хорошо пахнуть, она должна быть одинакового цвета и одинакового размера. Вот что такое физическая чистота. И вот как раз это и происходит. На растущих рынках они тоже проходят через такую, так называемую, ЗОЖ-концепцию, естественности происхождения. И на падающих рынках все рынки проходят через ту же концепцию. Мы немножко путаем, что это мировой тренд. Нет, Китай растет по доходам, поэтому проходит через ЗОЖ. А мы падаем доходом, потом тоже проходим через ЗОЖ. Но мы не встретимся, потому что они уйдут в демонстративное потребление, а мы уйдем в консервативное потребление. Так вот, мы сейчас упали из ЗОЖ-потребления в потребление здоровое и чистое. Итак, ценность приобретает естественный, простой, чистый продукт. То есть, вот через описание моей гречки. Тут понятно. И на самом деле, посмотреть, как смещаются потребительские тренды внутри. Консервация, бакалея, глубокая мясопереработка. Хотя людям выбирать особо нечего. И так сосиска за 250 рублей, 80% соевой гранулы. Но тем не менее, акцент на это делается. И так, доступность пока против цены, физическая частота против естественности. Условно говоря, в консервативной зоне рынка люди не... И когда мы свалимся с вами из категории денег почти нет, и непонятно, когда они придут. Допустим, для нас в этой ситуации гораздо важнее наполненный желудок, ощущение полноты желудка, нежели количество килокалорий, которое мы съели. И вот это очень интересный тренд. Кстати, стрит-фуд и фастфуд живет именно за счет этого. Он рассчитан на консервативное большинство средне-низминским доходом. А для него критерием сытости является тяжесть в желудке, а не количество килокалорий. И именно с этим связано еще, ко всему прочему, значит, избыточный вес. Потому что люди не мыслят категориями этих калорий достаточно. Пока в желудке не будет тяжело, я не считаю себя сытым. А пищу, которую я съел, ценной. Такие парадоксы. И это тоже в потреблении можно пронаблюдать. Дальше. С точки зрения оценки функционала того, что мы покупаем и чем мы пользуемся. Причем здесь очень важно понимать, что это относится не только к продуктам питания. Это относится к товарам массового потребления. Это относится даже к сервисному услугу. Значит, какие сейчас вызовы? Утилитарность против демонстративности. То есть, когда у нас ресурсов много и они весьма стабильны, нам необходимо получить, ну скажем так, нашей ценностью становится не сохранение жизни и здоровья, а получение социального статуса. Мы понимаем, что на фоне нынешней локализации вопрос о статусе социальном не идет. Вопрос идет об выживании, по большому счету. И здесь демонстративное потребление через внешние атрибуты какого-то товара. Ну, можете представить там, я не знаю, опять же, будем говорить о гречке. Обычная гречка, но упаковка такая, что кажется, что там космический корабль. Нет. Сейчас мы уходим о том, сколько стоит килограмм зерна гречка. При условии того, что этот продукт обладает физической чистотой. Я могу доверять этому производителю, это укладывается в мою потребительскую корзину, это отвечает базовым критериям выбора этого продукта среди всех остальных. Это и есть утилитарность потребления против демонстративности. Мне становится менее важно, как выглядит продукт и насколько сильно он подчеркивает мой социальный статус или доход. Мне становится важно, насколько он серьезно соответствует моим физиологическим потребностям. То есть сейчас идет тренд такой. Выход из демонстрации потребления, какой красивый, с этим круассаном, функциональность. Это сделает меня сытым за недорого и не убьет меня. Почему? Естественный продукт, физически чистый. Дальше. Сервисный рынок против физического. Сейчас в системе взаимоотношений покупатель-продавец, покупатель-посредник, на первый план выходит сервисная составляющая. Объясню почему. Мы уже с вами говорили, что сейчас работает вопрос идентификации. И потребитель, допустим, ТРЦ, либо ритейл-сеть, воспринимает как своего либо друга, либо врага. Либо обеспечителя, либо, скажем так, жулика. Это в голове потребителя происходит менее ярко, когда ситуация более-менее стабильна. Почему? Ну, есть разные рынки, есть разные товары. Безусловно, у потенциального потребителя есть маркерные товары в наборе его потребления, на основании которых он выбирает себе того или иного ритейлера, посылщика услуг, либо товаров. И ориентируясь на эти маркерные товары, их немного, условно говоря, хлеб, там, я не знаю, мука, гречка, там, литр молока, еще чего-то, в рамках определенного бренда, набора. И он через вот эти 3-4 маркерных цены дает оценку через частный, общий, мультиктивный всему магазину. Это недорого. Бессовестно пользовалось этим, извините за критику, если кто-то есть из АША, бессовестно. Потому что люди при таком безумии выбора, ориентируясь всего на 3-4 позиции, которые определяли стоимость, собственно говоря, корзины, вылетали на круглые суммы и продолжали это делать, уходя в потребительские кредиты. Но это парадокс нашего мышления. У нас мозг не в состоянии хранить огромное количество информации, и поэтому, даже выбирая крайне сложный продукт, мы ориентируемся на 3-4 критерия выбора, упуская из виду все остальное. Недобросовестные продавцы этим, как правило, пользуются. Поэтому на это нужно обращать внимание. Так вот, здесь сейчас, в нынешней ситуации, крайне важно то, как ты взаимодействуешь со своим визави, со своим потребителем. И вот эта ситуация с перчатками, которые были расфасованы и стоили всем раз дороже, это вот как раз против этого тренда потребительского поведения. Ты мало того, что нерегулярно поставляешь мне эти перчатки, и ты еще на меня хочешь заработать. В период, когда мне особенно тяжело. Ты не понимаешь моих потребностей. Ты не чувствуешь, как мне удобно или неудобно. Ты слишком далеко от меня находишься. Ты не знаешь, что мне сейчас нужны товары первой необходимости, а не то, что ты мне предлагаешь. Ты не понимаешь мой запрос и как он изменился в связи с тем, что мои доходы упали, дестабилизировались. Ты не идешь мне навстречу, не можешь мне доставить вовремя и то, что я хочу. Ты не одеваешь своего курьера в маску и перчатки. Твой курьер плохо пахнет и кашляет, подъехавший ко мне к двери. А ты не следишь за этим. Я с тобой начинаю дес как-то сказать. Если я раньше мог списать все эти проблемы на курьера, что он безответственный, то теперь я буду списывать это на тебя, как на компанию, которая доставляет мне эти продукты либо услуги. Хотя так может получиться, что товар, компания пользуется чужой службой доставки. Тем не менее, ответственность будет перейти на бренд, который продал продукты. И об этом очень важно думать и помнить, что сейчас сервис важнее физического объекта сделки. Особенно в условиях еще изоляции вынуждения спать административным образом. Да, подскажите, пожалуйста, про запись. А, это запись, это не ко мне. Дальше. Компенсаторное поведение против гиперкомпенсаторного. Это очень похоже на утилитарность и демонстративность. Объясню, что это значит. Раньше мы, выбирая, допустим, молоко, хлеб, телевизор, либо холодильник, либо какую-то услугу, либо какой-то сервис, пытались не просто удовлетворить свою потребность, которая у нас возникла в отношении, и целью которой, мотивом удовлетворения которой был некий объект. Мы пытались выбрать лучшего из лучшего, что нам доступно, гиперкомпенсируя свою потребность. То есть, это не просто удовлетворяет меня, а это еще имеет некий социальный оттенок, который позволяет мне определенным образом себя оценить. Какой я молодец, как я хорошо в этом разбираюсь, как я смотрюсь с этим и как меня с этим оценивать. Это так называемая гиперкомпенсация. Не просто удовлетворение потребности, а еще получение определенного бонуса. Скорее всего, социального. Сейчас поведение смещается в компенсаторное. Что это значит? Это значит, у меня есть эта потребность, еще не дай бог она не удовлетворена, либо удовлетворена плохо, я ее буду удовлетворять с точки зрения полноты этой потребности. Вот мне нужно чистое, свежее, белое и зеленое. Я не буду выбирать самое чистое, самое свежее, белое и зеленое. Я выберу то необходимое и достаточное, которое удовлетворит существующую мою потребность. И все, гиперкомпенсации не будет. То есть сейчас и в общих трендах и в оценке весьма плачевные перспективы у фэшн-индустрии. И у индустрии, которая предлагает продукты, товары и услуги такого топ-характера, демонстративного, социального, ярко выраженного хай-класса. Сейчас все смещается в сторону утилитарности, либо утилитарности и функциональности. И направлено исключительно на удовлетворение существующей потребности, которая компенсирует запрос. Гиперкомпенсации тренд сейчас сильно падает. И это, кстати, наблюдается в потреблении даже людей со средним и лучше средним доходом. Наблюдая за чеком определенного ритейлера, мы с ним делаем сейчас большой проект, мы видим, как меняется, собственно говоря, структура потребительской корзины у людей, которые в течение прошедшего года демонстрировали достаточно непринципиально, но другую модель потребления. Сейчас эта гиперкомпенсация в брендах, составляющей и прочей истории, сильно просела, прямо очень сильно просела. Двигаемся дальше. Еще одни тренды потребительского поведения. Значит, помним, что в ситуации, когда ресурсы падают, дестабилизируются, будущее обрезается, мы фрустрируем, мы не понимаем, что будет завтра, самым актуальным становится то, что происходит в реальном времени, здесь и сейчас. И это крайне важно. То есть, не важно, что вы обещаете потребителю, если он через месяц накопит себе средств, дать ему какой-то подарок. Это уже для него сейчас не имеет значения. Не важно, что вы развиваете стратегически какой-то сервис и услугу, и она когда-нибудь появится. Важно то, что вы сделали сейчас для этого потребителя. И не важно, что сейчас это не автоматизировано, не сияет, не брызгает и не бегает за ним самостоятельно. Важно, что вы сфокусировались и поняли потребность, которая существует здесь и сейчас, в этом коротком промежутке времени, в реальной, в оперативной перспективе и удовлетворили ее. Пусть даже это будет не сверхсовершенно, но если вы замечаете спрос рыночный и быстро закрываете эту дырку, то вы супердруг, вы супертоварищ, вы суперотец, ну, метафорически или архетипически. И вам начинают доверять, с вами начинают идентифицироваться и взаимодействовать. Вы повышаете LTE. То есть, клиент начинает с вами жить, привязываться к вам. Если вы не чувствуете, я нацелена только на свою бизнес-эффективность, и занимаетесь оптимизацией матрицы или еще каких-то вещей, которые потребитель с трудом понимает, вы проигрываете борьбу за своего потребителя. Есть очень интересные вещи, которые я наблюдаю в некоторых ритейл-сетях, которые я посещаю время от времени. Что я наблюдаю? Я наблюдаю, что ритейлеры, руководители торговых залов, администраторы, видимо, по воле или распоряжению вышестоящего командования, пользуясь тем, что человеческий поток внутри не очень высокий, не так, как до пандемии, начинают некоторым образом переформулировать выкладку продуктов и размещение категорий товаров внутри торгового помещения. Это чудовищная ошибка. Представьте себе, что в жизни человека стресс, неопределенность и непонятное будущее. Он приходит в знакомый магазин, в который ходит уже много-много лет и не может сориентироваться, где какие продукты стоят и где теперь что находится. Он меняет тот магазин, в который он ходил 10 минут, на магазин, который находится рядом. Да, возможно. Там ассортимент уже и менее бедный. При том, что он укладывается, собственно говоря, в корзинку потребностей этого человека. Будьте готовы к тому, что ваш потенциальный потребитель, который у вас появляется каждую субботу и закупается на 6 тысяч рублей, больше не будет к вам входить. Почему? Кроме его собственного стресса, вы дали ему еще навигационный стресс на своем торговом пространстве. Он вылетел. Поэтому пользоваться вот этой неприятной ситуацией для того, чтобы правильно переставить полки с вашей точки зрения, не самое лучшее время для этого решения. Не нужно этого делать. Это такие частные примеры наблюдения, но в рамках общей концепции, чтобы было проще понять. Я думаю, что они полезны. Ну, мне так кажется. Вероятно, я немножко наивен, говоря об этом. Но это хорошая иллюстрация. Дальше. Повестка против стратегии. Понятно, да? Людей интересует то, что с ними происходит здесь и сейчас. То, что будет через 10 лет, неважно. К тому же, есть очень интересные исследования, которые проводились в Центральном разведительном управлении в среде их аналитиков внутренних. И аналитики показывали очень неплохие результаты с точки зрения предсказания происходящего здесь и сейчас, с точки зрения оперативной диагностики ситуации, и с точки зрения стратегических перспектив на горизонте, там, допустим, от 3 до 5 лет. Но каждый раз, когда перед аналитиками ставили задачу оценить ситуацию в тактической перспективе, они каждый раз выдавали предсказания с вероятностью 50 на 50. Чем нестабильнее ситуации, чем быстрее меняются, как сказать, вводные с рынка, от государства, от правительства, с мира, от логистов, от дистрибьюторов, от производителей, от сериевых рынков, тем меньше вероятность того, что планируя на тактическую перспективу, вы куда-то попадете. Скорее всего, вы промахнетесь. Но как минимум с вероятностью 50 на 50. Поэтому для ритейла очень важно здесь и сейчас реагировать на запрос своего потребителя, которого вы хотите удержать. Это первое. И понимать, как он мысли думает и как он себя ведет. А второе, вам нужно думать, как приобретенные вами знания, навыки и опыт в период кризиса вы сможете, внимание, трансформировать на стратегическую перспективу там этого неудача и на маркетплейсах электронных, и в офлайне. И я смотрю и думаю над тем, что а как будет ли эта инновация, которая сейчас приносит отличный value потребителю и, собственно говоря, самому ритейлеру, будет ли она заполнена, определенным образом отрефлексирована, проанализирована и будет ли она использоваться в будущем. Потому что этот опыт, который сейчас приобретается, он бесценен, реально. Вот его просто никуда не надо выбрасывать. Это суперэффективное время для проверки гипотез и определенных инструментов взаимодействия с конечным потребителем. Поэтому рекомендую вам прямо следить за тем, что работает и что не работает. И это реально огромный кейс, из которого потом можно выставить целый бизнес, целое направление. И третья история, ну то, что мы говорили, компенсация против гиперкомпенсации, это быть, а не казаться. Сейчас потребитель, его чувствительность и уровень оценки на блюде крайне обострен. И когда вы говорите, что вы крайне фрейд, подтверждают вашу вывеску, это называется еще рассогласованность в коммуникации, то вы теряете веру стремительно быстро. Причем потребитель ведет себя именно так и требует от вас того же. Помните, мы говорим, потребитель отказался от гиперкомпенсации. Теперь он просто компенсирует, закрывает свои потребности, которые являются насущными, внимание на здесь и сейчас. Пожалуйста, рефлексируйте эту историю и вы должны действовать так же. если у вас где-то не очень ровно с точки зрения взаимодействия с потребителем, это надо признать и закрыть здесь и сейчас. Если вы будете крайне симпатично одеты, чисты, выбриты, невежливо общаться, но при этом сервис у вас физически и функционально не будет отлажен, вы тут же теряете веру. Потому что людям не важно, как вы выглядите, людям важно, как они чувствуют себя от вашей заботы и внимания. Вот сейчас важнее. И вот эта вот дружественность, теплота, к тому же мы помним, что оффлайн общения крайне не хватает, даже в среде торгового персонала, крайне важна в отношениях потребителя и ритейлера. На это нужно сейчас, вот именно сейчас обращать крайне большое внимание. И это является прям кромеугольным камнем в этой работе. Я думаю, что с этим слайдом все понятно, потихонечку двигаемся дальше. Так, и у нас времени остается 15 минут. Ну, я думаю, что успеваем. Значит, какие рекомендации можно дать ритейлу сейчас, сегодня? Мы по большому счету о них, об всех практически поговорили, но резюмировать я хочу. Дело в том, что перед тем, как я дам рекомендации эти, я немножко вам объясню, вернее, не объясню, а расскажу, какие есть прогнозы на течение прохождения кризиса, который происходит. Значит, есть три модели прогностических, которые используются миром в отношении текущего кризиса и выхода из него. Значит, первая модель это V-образная, такая галочка, то есть мы упадем, стукнемся в голову и на потери ресурсов в землю, и как только снимут карантин, все сразу попрет вверх со страшной силой, такой, ну, перспективой. И прогноз такой где-то около двух лет. Нужно понимать, что каждая экономика и уровень ее развитости прогнозируют свою модель. Мы должны понимать, что объем сбережений на душу населения у нас крайне низкий, сверхсбережений нет. Мы должны понимать, что уровень защищенности граждан с точки зрения труда, да, и гарантии Конституции невысок, а также количество людей, которые работают в серую либо полусерую, крайне высока. И поэтому, когда их увольняют, они существенно теряют в доходах, и мало на что могут рассчитывать от своих бывших работодателей и от государства тем более. И поэтому предположить, что мы стукнемся и резко пойдем вверх на сырьевой экономике не нужно. У нас такого истории не произойдет. Причем, нужно помнить, что чем более консервативное государство и система власти и управления, тем дольше будет удерживаться так скажем так авторитарная модель и управления. То есть, условно говоря, стены будут высокие, двери будут закрыты. И парадокс, что несмотря на то, что риск второй волны пандемии крайне высок, но на этих территориях процесс восстановления в посткризисном ситуации будет гораздо быстрее. Он будет действительно похож вот на такую В или Ю-образную кривую. чуть больше сбережений и ситуация более стабильная, больше высокодоходных слоев населения. Ситуация будет похожа на W. То есть, глубокое падение, удар, потом снятие карантина будет короткий, но явный, выраженный, не такой сильный, как везде, всплеск потребления, в том числе, кстати, демонстративного, кто торгует в лакшери и фэшн индустрии может себе записать. Но, внимание, тут есть опасность. Этот всплеск будет не из утилитарного в демонстративный, а из утилитарного в утилитарно-функциональный. То есть, что будет происходить? Это будет, ну, как бы правильно привести пример, если взять гардероб и одежду. Это не будет яркий лапсердак от чего-то там такого немысливого. Это будет некая куртка, которая будет весьма модная в тренде. Это будет такой смарт-кэжу, которая будет более функциональная по отношению к обычной куртке. У нее там будет мембрана, у нее там будет съемный утеплитель, у нее там будут какие-то прибабахи с точки зрения систем для носимых устройств, еще чего-то. То есть, демонстрация будет не через атрибут внешний, а через функциональность. То есть, к утилитарности потребления в период кризиса прибавится функциональность продукта или услуги. И это важно помнить. Потом, после того, как остатки денег будут потрачены, будет второй удар и только потом восхождение. Значит, российскую историю как-то не печально следует прогнозировать как L-образный кризис. То есть, мы спустимся и мы уже сильно спустились, мы знаем ситуацию неутешительно и какое-то время мы будем скрести пузом по дну. И это будет происходить достаточно долго. Причем, ситуация будет такая. В городах миллионниках и в столицах скажем так, с более развитой инфраструктурой и с более высокодоходным так скажем, населением будет происходить некое заболачивание, будет избыток услуг и товаров на почве того, что логистические связи и дистрибьюция рушатся на самом деле. А вот в регионах бедных, где людей потенциально было немного средств и репертуар потребления был весьма узок на фоне разрушения тех же самых связей и заболачивания высоких категорий, там будет наоборот сильное выдувание, прямо обнищание. Там будет голодно. И поэтому мы очень сильно на самом деле столичные регионы, регионы, которые датируемые либо низкодоходные, они прямо будут сильно высыхать, так скажем, с точки зрения потребителей активности и средств, которые там вращаются. пузом по дну. Долго. Ближайшая перспектива, на которую мы рассчитываем при небольшом оживлении и выходе с этого дня, дна, это года 3-3,5 по нашему впечатлению. И это такой, ну, средне-пестимистичный прогноз, потому что явных каких-то вводных по поводу того, когда снимут карантин, как будет ситуация продолжаться, пока что нет. Мы все равно остаемся в режиме неопределенности. Итак, сейчас, безусловно, растет офлайн-маркетплейс, в том числе и в ритейле. Это очень важно. Причем фишка заключается вот в чем. Тренд потребления, тренд отношения к инновациям очень интересно выровнялся. С одной стороны, взрослое поколение, которое нормирует молодежь, получило совершенно неожиданно подарок судьбы. Почему? Потому что ранее демонстративная, значит, веселая и молодая аудитория, молодежь наша демонстрировала такой весьма инфантильный подход к жизни, к будущему, к путям своего развития и прочей истории. На фоне падения ресурсов и дизайнализации, а также ресурсов у обеспечителя этой молодежи, мы не можем впечатлить тем, не можем впечатлить тем, что молодняк задумался о своем будущем и начал размышлять о том, как стабилизировать ситуацию, куда вкладываться, на что тратить время, силы, деньги и как вообще строить свою жизнь в дальнейшем, потому что перспективы нерадужные. Консерваторы просто в восторге. С другой стороны, консервативные удаленный формат потребления. И поэтому на входе дестабилизации и снижения активности работа с электронными маркетплейсами, с оффлайном имеет высокие перспективы. И сейчас как раз в то время, когда ритейлеру очень выгодно развивать подобного рода услуги. Почему? Потому что большой пласт консервативного большинства включился в процесс оффлайн потребления. Это время выстраивает инфраструктурные проекты большие в оффлайн электронных маркетплейсах. Прямо время для этого. Дальше. На фоне всего этого, что большая консервативная часть включается, вы помните, они весьма просты, конкретны, процедурны. Необходимо для того, чтобы все ваши сервисы, услуги и интерфейсы были простыми, понятными и не имели огромного количества итераций шагов. Иначе человек, который сталкивается с интерфейсом, обладающим высокой когнитивной сложностью, скорее всего, вас поменяет. И очень быстро. Он скажет, что вы жулик. Он не будет думать, потому что у вас UX-дизайнер херовый, потому что вы не думали по инструктуре, про кастомер-джорни, как будет проходить клиент. Он просто вас быстренько обесценит, помните, мы говорили про механизмы защиты, и выбросит вас из-за репертуара. Ему это не нужно, он экономит. И ему должно быть понятно. Дальше. Крайне ценятся сейчас на рынке, и вы должны это использовать, это сервисная поддержка и рекомендательные сервисы. Как это не парадоксально, но если ваш интерфейс, ваша программа, ваша система, электронная система обслуживания даст возможность человеку просчитать свой кассовый чек и иметь возможность сэкономить, или у него будет такая опция, это сейчас как кейс. И вы сможете спланировать должны расти. Вы будете как внешний обеспечитель восприниматься. Сервисная поддержка в процессе покупки, принятия решения, последние мили и всего остального должна расти. Потому что конечный потребитель ваше все. Голос клиента для вас сейчас самое главное. Если вы игнорируете клиента, пытаетесь неизвестить, голос клиента сейчас становится как никогда важным. Гуманизация взаимодействия это значит, что несмотря на то, что у вас полно роботов, у кто в развитой инфраструктуре работает, а кто нет, там работают люди. Если отношение гуманного к потребителю, если человеческого взаимодействия, понимание запроса, выставление голоса клиента на первый план не происходит в модели сервисного обслуживания, вы проигрываете гонку. Честность и релевантность предложения. То есть, если у вас что-то произошло с перестановкой, я не знаю, с подорожанием продуктов, с изменением структуры ассортиментной матрицы или еще какой-то истории, потребитель должен быть об этом каким-то образом оповещен. Первое. Ему должна быть второе. Предложена альтернатива. Причем альтернатива релевантная. Вы должны четко формировать ассортиментную матрицу, структуру своего предложения и услугу. Услуги, она должна быть абсолютно релевантна запросу того, кто к вам пришел. Помните, что он пришел закрыть свою потребность здесь и сейчас. У него в голове сейчас стратегических перспектив не живет. А значит, вместе с ним живет возможность вас простить. Когда-нибудь, завтра, нет. А либо под вашим флагом, либо с помощью ваших сервисов общаться между собой. Сейчас кризис оффлайн-общения. Оффлайн-общения, как компенсаторная реакция, уходят в онлайн. И люди, уйдя в онлайн, должны иметь возможность связаться друг с другом на вашей площадке. И тогда вы станете обеспечителем и добрым другом. Если вы не дадите им коммуницировать между людьми, то вы не 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 с беру. И прийти дошли Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Прости, потому что на себя вину он вас никогда не положит, и вы это прекрасно знаете. И ориентация на тренды потребления. Это значит слежение за тем, что здесь и сейчас является актуальным. Я готов ответить. Звучал он примерно так, если я его найду. L-образный пузом по дну. Да, совершенно верно. V-образный один и тот же. W-это, если у населения в более развитых экономиках остались небольшие сбережения, они прызнут, особенно на фоне лета, если вдруг это закончится. Так будут работать рекреационные территории, где люди отдыхают и проводят время. Там будут небольшие всплески, если их так или иначе откроют. Так, давайте вернемся к вопросу, который был задан. А вот этот 1% населения, где? Я не вижу, не могу прорискануть ленту. Можете мне во второй раз задать? А, что будет происходить с богатыми? Ага, я все понял. Тут очень интересно. Смотрите. Значит, 2013 год, территория Стрелка, Красный Октябрь. Кто москвич, тот знает. Это сейчас такой арт. Арт, креативное, инновационно-перспективно-стратегическое пространство. Великолепное место. Эстетикой, которая занимается технологиями современными и прочей истории. Когда ты туда приезжал до 2014-2015 года, ты видел там тропический рай. Яркая одежда, оригинальные фасоны, моды, сияющее золото, там и сине-голубые ботинки. Значит, когда мы сейчас приезжаем на Красный Октябрь, и вообще после 2015 года, контрастность и разнообразие цвета ушло. Причем, насколько я знаю, достаточно большая часть людей сохранила свои доходы. А теперь давайте представим эту историю чуть попроще. Представьте себе, что есть 100 человек, у которых хреново с доходами. И они вообще даже немного голодные, несмотря на то, что пообедали полчаса назад. И среди этой сотни есть двое ярких, красивых, лоснящихся, смеющихся и подтрунивающих над собой и над окружающими. Как вы думаете, что с ними будет? Им, скорее всего, наваляют. Но это как минимум. И те, кто раньше одевался ярко и демонстрировал свой высокий доход и высокий социальный статус, сейчас будут занимать следующую позицию. Сейчас у высокодоходной части населения происходит некий такой тренд подражания общей тенденции поведения. спрятано за забором и не будет видно консервативному большинству, которые чувствуют себя не очень хорошо. Либо будет попытка подражания. Она будет не очень... Ну, часто, когда мы не привыкли так себя вести, у нас не очень хорошо получается с налету повторить модель поведения среднестатистической консервативной аудитории. И поэтому мы все равно будем выделяться. Но мы, люди с высоким уровнем дохода, будем стараться неким образом чуть-чуть поджать контрастность, яркость, громкость, необычность, инновационность. Почему? Ну, это потенциально, даже с точки эволюционной, опасненько. Могут навалять за то, что у тебя все хорошо, а у нас тут все плохо. В эти времена иногда... Это хороший момент. И тут есть такой прекрасный кейс. Падение и дестабилизация ресурсов привели к тому, что консервативное большинство перестало кушать круассаны в кофейнях и начало печь их дома. Причем хозяйки настоящие, как мы говорим, да? Они знают, какое тесто выбрать, слоеное, как его подготовить, как разогреть плитку, как, значит, заморочиться купить джем, какой он должен быть, чтобы он не вытекал. Они завернут круассан, спекут его, и все будут есть, и дети будут говорить, мама, прямо как, вот, значит, в кафе. Значит, люди с высоким уровнем дохода, которые вообще не парились с приготовлением дома, попали в неприятную ситуацию. Им как бы тоже, ну, тренд такой, все делают это дома, и подружки ближайшие делают это дома. Они тоже решают делать это дома. Это очень неплохо просматривается по чеку определенных ритейлеров с определенной аудиторией, средне-высокодоходной. Теперь потребители не покупают, значит, в отделе кулинарии или выпечки себе круассан. Они тоже покупают нечто, чтобы печь дома. Но, внимание, это не мука и даже тесто. Это французский полуфабрикат, который нужно принести домой и разогреть в духовке. Появляется микроволновка, появляется покупка французского полуфабриката, появляется повышенный расход электроэнергии в жилье, где ты проживаешь, и ничего. И вот либеральная часть населения потратит на приготовление этих круассанах. Это два. Люди не считают, сколько они потратят денег на покупку нормальной кофемашины и правильного зерна, чтобы теперь готовить себе любимый капучино дома. Это три. В итоге перемещение высокодоходной части населения в консервативную модель потребления похоже внешне, но дороже по сути экономической. Понимаете, да? То есть это такой некий подражательный тренд, а вот на увеличение физических расходов, энергии и стоимости, люди с высоким доходом не обращают внимания. Они находят альтернативу, которая визуально похожа на тренд поведения. Но по сути своей они очень разные. И скорее всего, либеральная высокодоходная станет тратить больше, а не меньше. Но нам, как внешнему наблюдателю, это будет недоступно, если только мы не проведем ресепт. Окей, есть еще вопросы? Остались? Я уже заканчиваю. Организатор меня... Не осталось времени. Ребят, так как Елена Зайцева пишет, что время есть, я могу ответить еще на вопросы, если они остались. Кстати, если время есть, у нас еще кто-то слушает. Я просто не вижу количества участников, мне эта информация недоступна, а мне было приятно. Я могу в двух словах рассказать о том, что нас ждет по выходу из кризиса. Но это, скорее всего, некое усредненное видение того, как будет развиваться динамика с точки зрения социальных трендов. Я отвечу на очные семинары. Социальных трендов и моделей потребительства. С этого скрижения пузом и выходить из кризиса, в том числе и на других территориях, будут с точки зрения стратегии проявляться следующие. Это, безусловно, оптимизм. То есть любое начало стабилизации и появления доходов мы будем получать, что люди будут испытывать некий оптимизм. Ну, наконец-то. Потому что каждый день, когда вы хотя бы на копеечку получаете больше, вы начинаете эту историю тут же простраивать на какой-то свой горизонт. И в конце этого горизонта вам кажется, что эта копейка уже превратилась в миллион. И на этом фоне будет расти внутренний оптимизм. Безусловно, что опять заработают стратегии компенсации и гиперкомпенсации. То есть, если раньше мы были в ассортименте сильно ограничены, в период кризиса будет, то на момент выхода из кризиса и увеличения доходов ассортимент потребления будет разрастаться, расти. Так как мы сейчас лишены оффлайн общения с близкими и знакомыми людьми, с которыми мы любили обниматься, целоваться, держать друг друга за руки и чувствовать тепло их тел, будет желание объединиться в большие группы, социализироваться. Знаете, когда все выходят и скажут, ну как вы уже, а как вы? И вечером большой стол и вообще праздник, вообще танцы. Почему? Потому что хочется вернуться в социум, в среду. Значит, будет некое стремление к глобализации, но оно изменится по сути своей. Ну, в некотором смысле это будет формирование неких экосистем, которые будут закрывать целый потребительский пласт населения. Помними, мы говорим, спаси меня, мы же не просим маму только накормить, мы ожидаем, что мама нас или папа спасет от всего, что есть и даст нам возможность защититься от всего, то, что будет происходить. И вот после этого кризиса в стратегической перспективе очень важно понимать, что может так получиться, что тот спасительный отец структура или государства, вернее, или структура станет не государством и президентом, а брендом или экосистемой бизнес, которая будет закрывать большой пласт запроса определенных групп населения. И вот это на фоне того, что сейчас, безусловно, будет поглощение более крупными игроками, более мелких, нужно понимать, что игрок должен не просто расширять экстенсивным путем мощности в ограниченных направлениях, а он должен растить инфраструктуру и экосистему, которая будет обслуживать и обрабатывать гораздо больше запросов и потребностей человека в рамках его жизнедеятельства и взаимодействия с вами. То есть, условно говоря, как бы это сказать, для меня сантехник это не только ключи руки у обычного человека. у обычного человека сантехник это, собственно говоря, кран, это, собственно говоря, прокладки, это знание, где и как их купить, а возможно, уже и купленные краны прокладки, это инструкция по эксплуатации и использованию, это сервисная поддержка после того, как установлено. Вот, что такое сантехник вообще с точки зрения когнитивной карты в голове у среднестатистического человека. И мы всегда испытываем разочарование, когда вонючий Петя приходит, говорит, ну тебе прокладку надо менять, где надо купить, а хер его знает. Сколько твоя услуга стоит? 3000 рублей. И, как правило, мы всегда сильно раздражены этим, если только у нас не течет, конечно, через край. Почему? Потому что мы отжидаем от сантехника решения всей проблемы, а не ее части. То же самое будет с запросом потребителя после выхода из кризиса. И на самом деле сейчас начинает формироваться. Если у меня вовремя не только продукты, там, у меня дома, или только те продукты, которые стоят на покупке, вы понимаете, о чем идет речь? Окей. Ну и, соответственно, социальная динамика будет центрстремительна. То есть, если мы сейчас разбежались, то мы будем собираться, но только теперь не хаотично, а по принципу принадлежности. То есть, вот как мы идентифицировались, когда были сильно разбиты. Сейчас мы будем собирать экосистемы по принципу сходства, по принципу закрытия полного цикла. Вот, что нам стоит ожидать. По поводу того, где можно со мной поговорить, пообщаться, поучиться и поузнавать. Значит, первое. Есть, я не знаю, если организаторы помогут, будет, то будет. аналитического материала, ведущих агентств, консалтинговых компаний и прочего, из которых мы, собственно говоря, еще и собирали материал. Там очень интересно, можете там поковыряться. Это первое. Второе. Я есть в Фейсбуке, и Психея, и я, и мой партнер Олег Клепиков, мы постоянно на связи, нас можно очень быстро достать. Это второе. Третье. Значит, существует школа, кроме компании Психея, у нас существует образовательная программа. Называется Психея Скул. Значит, у нас есть два варианта этих программ. У нас есть глубокое обучение. Сейчас учатся два потока, в общей сложности 60 человек. Топ-менеджмент, менеджмент среднего звена, предприниматели, хозяины бизнеса. Это глубокое погружение в тему Психеи. Это два с половиной года, это около 400 часов, но это тяжелое. Легкое. По объяснению модели Психеи, это занятие двухдневное. К сожалению, карантин еще не снимут, и мы будем с Олегом вещать онлайн через Zoom. У нас есть хорошая практика, у нас хорошо получается. Будет 6-7 июня. Можете набрать в интернете school.psycheea.ru и прямо на сайт мероприятия, там можно зарегистрировать. Субтитры делалов консерваторов торговой системы. Как они выбирают, как они принимают решения. Нам часто зададут вопрос, почему бесплатно такой материал вы даете? Ну, потому что мы считаем своим долгом помогать друг другу в кризисное время, тем более следуя трендам, тенденциям и ожиданиям. Я думаю, что вы от меня ждете того же, что жду от вас, и то, что от вас ждут ваши потребители. Поэтому мы должны сейчас держаться вместе, помогать друг другу, потому что мы должны выжить. Что еще я могу сказать? Надеюсь, я был крайне полезным, крайне содержательным, несмотря на то, что я такой лирический герой, в отличие от Олега. Но мне очень приятно. Я вижу тут знакомые имена. Лебединскую Марину, Светлану Игоревич Кассий. Я очень рад, что все здесь были. Рад, что я вам был полезен. Мне очень приятно. Если вам будет не трудно, мне было бы очень приятно, если бы вы оставили на странице психеи отзыв по сегодняшнему семинару тоже. Потому что у нас много посетителей, которые, к сожалению, не успевают куда-то прийти или узнать. И они, возможно, ориентируясь на ваши отзывы, тоже могут. Продолжение следует...